Чем дольше идет эта война, тем больше то, что раньше казалось демшизовой маргинальщиной, ну, знаете, вот эти люди, которые предупреждали, что Путин диктатор, что Россия искать фашистскую диктатуру, тем больше эти взгляды становятся общим местом, в том числе у путинской элиты. Еще недавно мы с вами обсуждали разговор Пригожина и Ахмедова, двух людей, один который принадлежит бизнесу достаточно крупному, а другой вот продюсер. Длинный разговор был, а сейчас мы практически 99 процентной уверенностью можем говорить, что он был подлинный, из-за слов Пригожина, которые потом последовали, когда он сначала сказал, что это вообще не я нейросети, потом сказал, что ну ладно, это частично я, но чуть-чуть обрывочно, значит там какие-то понадергали фразы, потом выяснилось, что вся информация из этой записи подтверждается по открытым данным, ну то есть локация Пригожина, с кем он ездил в эту поездку и прочее, короче говоря, в достоверности той записи сомнений почти ни у кого не осталось. Ну вот появилась новая аудиозапись, в которой еще жестче высказываются российские олигархи, один из собеседников вот этих двух, это российский олигарх Троценко, ругают власть Путина, говорят о том, что надо сваливать, о том, что скоро все покатится вообще к чертям, на улицах Москвы люди будут резать друг друга, никаких шансов у России нормально выйти из этой заварушки нет. Это довольно важно, несмотря на то, что вот эта вторая запись, конечно, не привлечет столько внимания, но она является даже важнее, чем первая, потому что здесь, во-первых, говорят непосредственно бизнесмены между собой, во-вторых, мы видим, что это уже не какие-то отдельные случаи, мы видим, что это преобладающие настроения в российской элите, и важной истории, дабы подтвердить этот тезис, по поводу этого разговора и настроений, которые в них, в этих разговорах, собственно, слышны, они опросили некоторое свое количество источников из высокопоставленных кругов. Журналистику источников мы с вами не очень любим, но, во-первых, важная история, довольно уважаемая, у них действительно хорошие источники, а, во-вторых, это просто крупицы пазла в общую картину. Но до этого мы с вами еще дойдем. Для начала давайте все-таки расскажу вам, что произошло и что это за разговор. Это разговор российского миллиардера Романа Троценко с его знакомым бизнесменом Николаем Матушевским. Вообще, Троценко, несмотря на то, что широкой публике он, наверное, не очень известен, нет про него расследований ФБК, нигде он там особо не светился, это довольно богатый, обеспеченный человек, который регулярно был на встречах с Владимиром Путиным, когда бизнес встречался с Владимиром Путиным, человек, который вел один из важнейших российских проектов до недавнего времени, и, в общем, такой высокопоставленный, довольно, ну как высокопоставленный, важный с точки зрения экономической российско-олигархической системы человек. И вот этот человек, вместе с беседой со своим знакомым, который известен, ну, разве что по флакону и винзаводу, он объясняет, как ему видится нынешняя российская ситуация. Сам разговор очень длинный, длится 40 минут. Настоящее время и расследовательский проект «Система», который является проектом как раз настоящего времени и «Радио Свобода», сделали небольшую выжимку на 5 минут, ну, вот самых ярких эпизодов. Вы можете послушать оригинальный разговор, но давайте пройдемся по некоторым фрагментам, которые представляют, на мой взгляд, наибольший интерес. Итак, фрагмент первый, самый важный, основной, где, собственно, человек, близкий к российской власти, близкий к Владимиру Путину, а входящий в олигархические круги, вертящийся там, рассказывает, как он и его окружение воспринимают происходящее в России, и каким образом это будет становиться исключительно хуже. Может быть, через 5 лет, через 7 лет, через 10 лет, но это точно будет. Это такая дорожка в один конец. Ну, к сожалению, страну у нас украли, Родину, Россию. Ну, значит, надо что-то делать хорошее друг в друге. Да, и поймешь, что, допустим, 10 лет, вот, все еще, который, Адам, который нам предлагается, к своему году ты их представишь, и подумаешь, так вот, тем будет 62, а, понимаешь, кто? Будет хотеть делать, чем 62. Слушай, я знаю, что хотел сказать, я тут мне там прислали ссылку, это нарезка новогодних поздравлений, начинается с Ельцина, когда он сказал, что я устал, я ухожу, 99-й год, вот по последней, когда этот придурок там на фоне не елки, как бы всегда, а военных. И вот, Ром, просто вот, и там, знаешь, там нарезали, там минут 10 это все везет. Это вот, блядь, просто, это, ну, реальные слова, это плохой год, но мы всех победим. Вот это все 20 лет, все там, вот, в уши сшится. То есть, вот, посмотрев вот это, вот, хочется спросить, слушай, ну, вот это, вы правда считаете, что вот этот человек может странно управлять, если он одно и то же каждый год говорит, как это был тяжелый год, и как мы вытерпели, а в последнее время уже после 14-го утра он просто, знаешь, он прям, мы победим, все враги, прям вот, вот, это реальная нарезка их, его слов. Это просто, конечно, мы тут, ну, как может жить и развиваться в странах, где идеологией является заработание бабок, а задачей для сохранения власти в группу людей. Причем, вопрос, а что будет дальше, я вам скажу, когда нас дальше не будет, это, понимаешь, да, ну, никакой концепции дальше нет, понимаешь, но они помрут в какой-то момент зрения, и они не оставят за собой ничего, это просто будет выжигать, просто их все рушит. Это у тебя есть, где дадут судьбой год для того, чтобы всех близких себе вытащить, деньги вытащить, все вытащить, все, что тебе надо. Как вы видите, помимо эмоциональных оценок о том, какой является это власть, что это власть мудил, сложно не согласиться, однако, хочется задать вопрос Троценко, а раньше не было этого понимания, то есть раньше, когда были, ну, когда он реализовывал государственные проекты, когда он встречался вот с бизнесом и с Путиным, и вот это вот все, он не понимал, к чему все идет, не понимал, что это власть мудил, не понимал, что они уничтожат и свою страну, и чужую страну, нет? Только сейчас озарение пришло. Ну, собственно, тогда, я думаю, мы можем констатировать, что пословица, поговорка, афоризм, как хотите, если такой умный, почему-то такой бедный, имеет никакого отношения к уму, а имеет отношение ко многим другим факторам, которые произошли в том числе в жизни Троценко, благодаря чему он стал сказочно богат, но, видите, для него стал удивлением, что Владимир Путин, оказывается, тиран, фашист, диктатор, и может начать войну. Сколько живи, столько учись, как говорится. Суть в том, что из этого разговора нам не важны конкретные персонали, нам не важен конкретно Троценко, нам не важен конкретно Матушевский, важно анализировать настроение, которое есть во властных кругах. Почему это важно? Потому что все, что делает Владимир Путин, и вообще вся власть Владимира Путина, она построена на вере. Ну, вообще любая диктатура такого типа построена на вере в каком смысле? У Владимира Путина конкретно нет ничего. У него нет в прямом подчинении, значит, я не знаю, войска, или, значит, ну, например, экономического сектора. По факту на всех этих должностях сидят отдельные люди. Просто они принимают решение подчиняться Владимиру Путину. В момент, когда вера в Путина ослаблет, в момент, когда они поймут, что им не нужен Владимир Путин, и Владимир Путин несет их, несется вместе с ними в пропасть, в тот момент они могут принять решение перестать верить во Владимира Путина. И тогда у него уже практически не будет инструментов вернуть себе контроль. В первую очередь речь, конечно, идет об армии, но о финансах речь идет тоже, потому что финансы – это важная часть. Многие солдаты, многие военные, многие путинские генералы, его окружение, они там именно за деньгами, они именно за благополучием. И если Путину будет нечем платить этим самым людям, то, значит, ему будет нечего им предложить. Поэтому настроения в этих кругах, особенно в кругах финансовых, для нас очень важны. Если история заключается сейчас в том, что все эти люди бегут из России, если история заключается в том, что эти люди вот этот 2023 год используют для того, чтобы окончательно вывести все свои финансовые инструменты и все на свете из России, и если таких людей много, это значит, что в самом скором времени у российской власти будут очень немаленькие проблемы с деньгами. А учитывая, что в российской элите военной тоже все не очень однозначно относятся к тому, что происходит, не с точки зрения, что они не хотят войны. Нет, к сожалению, военные, многие военные хотят войны, но они не хотят такой войны. Они не хотят бесконечно проигрывать, они не хотят бесконечно оправдываться за, значит, жесты доброй воли, они не хотят, чтобы их шпыняли, унижали и чтобы посылали на местные штурмы. В общем, совокупность всего вот этого разложения путинской системы и отсоединения разных ее частей, она и приводит к ситуации, когда эта система зашатается. Точнее, шатается она уже сейчас. Мы с вами много про это говорили. Я еще до появления всяких разговоров рассказывал вам, что судя по конструкции этой системы и по тем сигналам, которые мы видим, там все очень нехорошо, там все очень хлипко и шатко. Ну вот сейчас все больше и больше подтверждений этому появляется. Означает ли это, что завтра Владимиру Путину военные вместе с экономистами перережут глотку и захватят власть и, значит, отпустят политзаключенных, прекратят войну и прочее? Нет, не означает. Потому что уже непосредственно переворот – это квинтэссенция, это кульминация, если хотите, вот всего вот этого расшатывания. Но само это расшатывание – это не единовременный какой-то катаклизм, это планомерная эрозия, которая все больше и больше разъедает все элитные круги. И вот эту эрозию мы с вами как раз сейчас и наблюдаем. Но такие далеко идущие выводы можно делать по второй записи, только если у нас есть уверенность, что она подлинная. Правда же? И в этом контексте есть несколько аргументов, которые, мне кажется, как минимум позволяют предположить, что подлинность весьма вероятна. Ну, начнем с классических. Первое – какой в жопу Троценко? Какой еще Матушевский? Конечно, там ни СБУ, ни какие-то еще люди, которые могли бы этим заниматься, знать не знаю, кто это такие. Ну, потому что система российского олигархата и вообще вот людей, которые в него включены, очень разветвленная. И, ну, такие персонажи не на, что называется, передовой. Если бы, ну, они хотели подделывать разговоры и могли бы это делать, я не уверен, что какая-то нейросеть может с таким большим количеством подробностей, которые подтверждаются генерировать осмысленный текст на такое большое количество времени. Тем не менее, даже если бы мы представим, что украинские технологии скаканули вперед на несколько десятилетий и уже могут это делать, зачем делать настолько никому неизвестных персонажей? В прошлой паре хотя бы был Пригожин, который, ну, хотя бы продюсер, хотя бы про него есть веселая история. И здесь же, я думаю, большая часть людей вообще впервые услышала эти фамилии. Поэтому, ну, здесь не похоже на то, что это какая-то такая специальная задумка или нейросеть. Мне нравится, что вот с подачи Иосифа Пригожина все любые штуки, если раньше была основная история, типа, my account was hacked, типа, меня взломали, то теперь основная история, это это все нейросети, нейросети гребаные. Ну, говорят люди, очевидно, которые вообще не понимают, что такое нейросеть, как они работают, почему вот этого они не могут сделать, ну и так далее. Короче говоря, с точки зрения такого, что называется, common sense, здесь не похоже на то, чтобы это был кем-то сделанный фейк, потому что непонятно, зачем именно их, непонятно, зачем именно так, непонятно, какая от этого выгода, вопросов много. Но идем дальше. Есть несколько вещей в этом разговоре, которые указывают на, как минимум, его соответствие некоторым реальным временным параллелям. Сама запись была опубликована 17 апреля, а разговор был примерно в январе этого года, в середине. Кстати, тогда же, когда, примерно тогда же, когда и Пригожина с Ахмедовым. В пользу того, что запись может быть подлинной, говорят несколько факторов. Во-первых, время разговора. Матушевский утверждает, что находится на Бали, что подтверждается фотографиями из его Инстаграма. Во-вторых, номер телефона, с которого предположительно звонил Роман. Его системе, вот этому самому проекту Настоящего Времени и Радио Свобода, передал источник. Этот номер соответствует имеющемуся в распоряжении редакции системы номер Утроценка. В-третьих, детали в разговоре сходятся с информацией о бизнесменах. Так Роман называет себя Романом Викторовичем и говорит о том, что ему через 10 лет будет 62 года. Помимо этого, Николай неоднократно говорит о проектах Флакона, которым владел до 2021 года. Впрочем, естественно, официально, пока никто подлинность этой записи не признал, но и не признает. Теперь немножко от Роценка, чтобы вы понимали, что это не совсем прям случайный человек, а что это такой незаметный, но тем не менее важный винтик в путинской системе. И вот из таких винтиков она и состоит. Роценка входит в число богатейших российских бизнесменов. В 2023 году Форбс оценивал его состояние почти в 4 миллиарда долларов. Матушевский известен как создатель ряда творческих пространств, в том числе московского дизайн-завода «Флакон». Собственно, предложил идею «Флакона» Матушевскому в свое время Троценка, которого тот вообще называл «школьным товарищем». У Троценка тоже есть культурный проект. Вместе с супругой Софией он развивает московский арт-кластер «Винзавод». Я чуть раньше сказал, что это Матушевский. Нет, Матушевский значит «Флакон». «Винзавод» — это уже Троценковская история. Но главный фокус Троценка — он на бизнесе. Собственно, бизнес-карьеру его можно считать довольно такой типичной для становления в 90-х. По крайней мере, об этом писала газета «Ведомости». Начал он с торговли компьютерами в 90-е годы. Недолго побыл банкиром. А потом занялся скупкой московской недвижимости, речных портов и региональных аэропортов. Этот бизнес принес Троценка состояние и свел его с ближним кругом Владимиром Путина, его помощником Игорем Левитиным и небезызвестным главой Роснефти Игорем Ивановичем Сечиным, который работает с Путиным аж с 1991 года. Раньше он был именно тем человеком, который носил чемоданчик. Было ли что-то в этом чемоданчике, что там находится сейчас, не сообщается. С 2012 года по 2015 год Троценко возглавлял швейцарскую дочку Роснефти, а также работал советником Сечина и называл себя его учеником. То есть довольно близкий к Сечину человек, то есть входящий в вот этот вот широкий круг Владимира Путина. Более того, Троценко строил глубоководный порт в рамках курируемого лично Путиным мегапроекта по развитию Северного морского пути. В феврале 2023, через месяц после предполагаемого разговора Троценко и Матушевского, Путин участвовал в открытии терминала в Новосибирском Толмачево, который принадлежит Троценко. А спустя два дня наградил бизнесмена и этого самого Троценко орденом дружбы за трудовые успехи. До начала полномасштабной войны с Украиной Троценко регулярно участвовал во встречах Путина с крупным бизнесом. Но 24 февраля 2022 года, когда через несколько часов после нападения на территорию Украины Путин собрал бизнесмена в Кремле, Троценко среди них не оказалось. Впоследствии многие участники той встречи попали под западные санкции. Но не Троценко, потому что его на той встрече не оказалось. Миллиардер также не был замечен на последнем ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей РСПП в марте 2023 года. Именно там выступал Путин перед ними. А перед этим правление РСПП, которое прозвали профсоюзом олигархов, покинул целый ряд крупных бизнесменов. Троценко тоже входил в бюро правления РСПП и возглавлял его комитет по развитию конкуренции. Сейчас председателем этого комитета, согласно сайту РСПП, значится основатель металлической группы Евраз Александр Абрамов, попавший в 2022 году под санкции Великобритании и Новой Зеландии. Троценко сообщил, что как и прежде входит в состав бюро правления РСПП, но теперь возглавляет Координационный совет по развитию Арктики и Северных территорий. Ну, то есть Троценко максимально после начала вторжения дистанцировался от российской власти, чтобы не попасть под те или иные санкции. Это подтверждает те тезисы, которые он в этом разговоре озвучивает. И эти люди уже непосредственно из бизнес-кругов, они уже демонстрируют общее настроение, которое там есть. В подтверждении этого важная история опросили нескольких своих источников о том, насколько те слова, соображения, взгляды, которые озвучиваются в этом разговоре, действительно сейчас есть в российской элите. И вот что те ответили. Крупный российский предприниматель, бывший участник списка Forbes, сказал важным историям следующее. Технически, конечно, трудно установить, фейк это запись или нет. Но судя по некоторым особенностям разговора, я думаю, что не фейк. Все богатые люди сейчас недовольны, чтобы они внешне не говорили, какими бы сторонниками линии партии себя не выставляли. Все держат фигу в кармане. Настроение Троценко понятно, у него бизнес фактически умер. Все, что раньше приносило деньги, теперь приходится содержать и за это платить. Любопытный момент. После обнародования первой аудиозаписи, все сразу стали очень осторожными в телефонных разговорах. Но, судя по всему, уже поздно, поскольку записи уже где-то есть. Теперь вопрос, кого сольют следующим? Сливают ли эти разговоры наши спецслужбисты? Не уверен. Они бы 10 раз подумали, чем для них может закончиться слив разговоров с такими словами в адрес Путина. Топ-менеджер крупной строительной компании ответил важным историям следующее. Судя по тому, что слышал я, это взгляды участников вот этих слитых разговоров преобладающие настроения. Впервые такие пассажи я услышал в конце прошлого февраля, когда все были в шоке. Ощущение, что апокалипсис еще впереди, но он неизбежен. Начальство тоже настроено мрачно. Если одной фразой, будущее очень мрачное, но чтобы не ебнуться, мы изо всех сил работаем и создаем видимость позитива. Круг общения, конечно, очень сузился. Про отъезд молчат, но похоже, что многие готовятся делать это непублично. В первую волну мобилизации была паника, многие ушли на удаленку. Руководители даже соглашались охотно. Очень сложно найти кадры сейчас, рынок труда дефицитен. Поэтому руководство берегло команду. Что касается нового закона об электронных повестках, живешь, как будто на тобой не один меч, а десятки тысяч. И не понимаешь, когда они начнут падать. Думаю, надо валить. Думаю, есть надежда, что до марта 2024 года, когда пройдут выборы, будет еще не так дико. Но потом точно мрак беспросветный. Это меня в словах Троценко и резануло. Я сам к этой мысли пришел полгода назад. Человек, близкий к руководству крупнометаллургической компании, комментируя важным историям разговоры Пригожина с Ахмедовым и Троценко с Медушевским, рассказал следующее. Разговоры Пригожина с Ахмедовым в моем окружении обсуждали, конечно. Кто-то думает так же, кто-то не перестроился и все еще ждет, что вернется 2013 год. Если кратко, разговор многим понятен. Многие согласны, многие разделяют мнение. У Троценко настрой слишком алармийский. Никто не бежит ни в какие Индонезии. Давно все, кто хотел, убежали. Проблема другая. Боятся ареста активов за границей, боятся смерти Путина или любого другого отстранения его от власти. Поэтому мнение такое. Мы лучше сплотимся вокруг Путина, пусть еще 25 лет правят. Лишь бы не революция, лишь бы не анархия. Пессимистов много. У меня в окружении четко сформулировано три желания. Первое. Вернуть как было. Где-то процентов 30 еще верят, что можно вернуть. Второе. Балансируем на канате. Бежать некуда. Если останусь здесь, отберут все там. Убегу, отберут все тут. Сидим тихо, чтобы санкции мимо прошли. Третье. Нет революции. Та группа, которая сейчас в Кремле, не дает развалиться стране. Лучше поддержим их, чем переворот. Тогда потеряем больше. Это тоже одно из интересных настроений. Вот тех самых бизнесменов, которые каким-то образом объединены или не объединены вокруг Путина. Видите, тут именно металлургическая компания. Судя по всему, вот эти сектора, они больше в своих заблуждениях купаются. Они не до конца понимают масштаб происходящего. Но все-таки это и не большие самостоятельные предприниматели, как Троценко. Которые чуть лучше понимают, как вообще все это устроено. Плюс металлургам чуть попроще. Государство их поддерживает. Поэтому у них еще нет полного понимания. Однако понимание, что все довольно плохо и движется в очень понятном направлении, есть и у них. Ну и еще важные истории поговорили с бывшим высокопоставленным сотрудником российских спецслужб. Он сказал им следующее. «Верю, что такое могли обсуждать», комментирует он разговор. Очень похоже на то, что сейчас обсуждают многие. Последние несколько месяцев как будто снялся барьер на такую критику. Люди между собой уже не стесняются в выражениях. Раньше такого не было. И это происходит даже на большом уровне. Конечно, не в публичном поле, а на кухнях. Силовикам по***ть на эту запись. Цель у всех сейчас одна. Хуять на карман. Как будто на машине времени вернулись в 99-й год. Все думают только об одном. Как бы набить карман и вовремя уйти, чтобы не огрести. Я думаю, что сейчас власти не будут реагировать на запись, потому что иначе народ подумает, что это правда. Но спустя время за участников этих разговоров, конечно, возьмутся. Начнут отбирать активы за то, что позволили себе открыть рот, а тем самым нарушили правила игры. Им разрешили зарабатывать на земле, которой правит помазанник. Но делать они это должны с закрытым ртом и спущенными штанами. Потом не удивлюсь, если этот слив организовали не украинцы, а наши, чтобы потом их ошкурить. То есть отобрать активы. Просто такой бизнес. Ну вот разные версии, разные разговоры. Одно мы можем констатировать точно. В путинских кругах никто не считает, что все идет хорошо и по плану. В экономических элитах, в спецслужбистских элитах, в военных элитах царит раздрай. Конкуренция между друг другом. Каждый хочет урвать кусок побольше. И каждый понимает, что завтра может не настать. Поэтому нужно сегодня. Сегодня успеть загробастать как можно больше. Это хорошо и замечательно. В том плане, что чем больше грызни внутри всей этой помойки, тем, конечно, сложнее будет российскому государству продолжать вести войну. Но на этом, что называется, хорошие новости заканчиваются. Конечно, ни у кого из этих людей, по крайней мере сейчас, это не проглядывается. Не хватит смелости попробовать каким-то образом остановить эту войну непосредственно взаимодействием с Владимиром Путиным, если вы понимаете, о чем я. Однако следить за этими процессами нужно. Нужно понимать, куда это все движется. Нужно мотивировать таких людей отказываться от Путина, не предлагая им печеньки, а предлагая им отсутствие кнута. Это уже в их ситуации достаточно. Они и так довольно много сделали для того, чтобы путинская система могла существовать. И каждый из них, безусловно, ответственен и причастен к тому, что сейчас происходит. Но об ответственности, причастности и прочих рассуждениях моральной категории поговорим с вами как-нибудь в другой раз. Сегодня речь о том, что вот очередное подтверждение разложения в путинских элитах и не веря их в то, что у Путина и в России получится как-то беспрепятственно и вообще хоть как-либо победить в этом противостоянии. А с вами был Майкл Наки. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok